Чтобы украсить свой сад на долгие месяцы, обратите внимание на неприхотливые цветы, которые вы еще можете посеять на рассаду в апреле. Многие из них высевают сразу в открытый грунт, но делать это лучше с конца апреля-начале мая, в регионах с мягким климатом немного раньше. При посеве цветов всегда ориентируйтесь на свои климатические условия и погоду. Как правило, в южных садах посевы проводят раньше. В северных посевная может смещаться на пару недель, месяц позже. Еще один совет, который поможет вам уберечь молодые всходы от холодного ветра, палящего весеннего солнца и заморозков, это самодельные теплички из обрезанных пластиковых бутылей. Многие цветы я уже давно посеяла и накрыла сверху такими укрытиями. Если место посадки находится на солнце, теплички необходимо дополнительно накрыть белым акроволокном, иначе всходы могут сгореть или выприть. Что же можно посеять в апреле? Очень эффектный и многими любимый цветок с ярким продолжительным цветением это циния. Ее высевают на рассаду с конца марта-апреля. Это теплолюбивое растение, поэтому в открытый грунт его сеют в мае-июне. Но у рассадного метода есть свои преимущества, так как такие кустики зацветут гораздо раньше. Поскольку пекировку этот цветок не очень любит, его лучше высевать в торфяные таблетки или в отдельные стаканчики. Из огромного разнообразия сортовых циней можно выбрать высокорослые, средние и даже карликовые растения. Последние еще называют бордюрными. Такие цветы идеально подходят для выращивания на переднем плане клумб, вдоль садовых дорожек и в кашпо. Из карликовых сортов можно вырастить красочные ковровые покрытия. Низкорослую циню также выращивают на балконе и в контейнерах на террасах. Форма и окраска ее цветов самая разная. В зависимости от сорта цветение длится с июня, июля до осенних холодов. Самые эффектные цветочные поляны можно вырастить из почвопокровной немофилы. Ее цветочки бывают белой, темно-фиолетовой, голубой и прочие краски. А большой популярностью пользуется голубая немофила, посадки которой со стороны напоминают водную гладь. Немофилу высевают на рассаду и прямо в открытый грунт. В садах с мягким климатом этот цветок дает свой самосев. Компанию голубой немофиле можно высадить контрастный по окраске желтый лимнантес. По агротехнике выращивания эти растения очень схожие. Цветы лимнантеса не только яркие, но и ароматные. Этот цветущий почвопокровник отлично подходит для заполнения пустующих мест в саду, декорирования солнечных цветников, бордюров и не только. Цветет лимнантес с июня до осенних холодов и также дает свой самосев. Если вы любитель неприхотливых ароматных почвопокровников, посейте лобулярию приморскую. Ее пышное цветение напоминает морскую пену. Соцветия бывают белыми, розовыми, сиреневыми и прочие краски. Лобулярию выращивают не только в открытом грунте. Она очень красиво смотрится в кашпо, особенно в сочетании с другими яркими цветами. Очень популярные сорта ампельной лобулярии или однолетнего алисума, из которых получаются большие пышные ароматные шапки из множества соцветий. Алисум высевают на рассаду в марте-апреле. В открытый грунт семена сеют в начале-конце мая, в зависимости от ваших климатических условий. В апреле вы также можете посеять ароматную матиулу и тушистый горошек. Эти цветы также будут радовать вас не только своим декоративным видом, но и приятным запахом. Горошек цветет до глубокой осени и не боится кратковременных морозов до минус 5 градусов. Из неприхотливых засухоустойчивых растений стоит посеять тимьян, ясколку и армерию приморскую. Эти растения украсят самые солнечные цветники и альпийские горки. Почвам и поливу не капризны. Любят рыхлый, нейтральный грунт, приживаются даже на песчаной и каменистой земле. Тимьян и ясколка хорошо разрастаются, образуя плотное покрытие. Если вы хотите держать под контролем рост этих многолетников, кустики проще сразу высаживать в ограничитель. В апреле еще не поздно посеять лабелию и иберис. Эти растения красиво смотрятся в открытом грунте и в кашпо. Культуры неприхотливые, хорошо переносят солнце. Из них получаются интересные ампельные композиции и самые разные решения при создании цветников. Их пышно цветущие кустики отлично подходят для декорирования разных мест в саду, террас и балконов. К совершенно неприхотливым относятся космея и настурция. Эти цветы также можно посеять рассадным методом или прямиком в открытый грунт. Семена космеи вызевают в сад, как только сойдет снег. Они не боятся морозов и прорастают с наступлением устойчивого тепла. Но рассадные кустики зацветут намного раньше. В открытый грунт высевают также настурцию. Но делают это, когда почва прогреется до плюс 10 градусов. То есть примерно с середины мая. Если же выращивать ее рассадой, семена лучше высаживать в небольшие трофяные стаканчики, предварительно замочив их на сутки в теплой воде. В апреле высевают на рассаду красочную гадецию и целозию. Эти цветы красиво смотрятся вдоль дорожек и в качестве ярких бордюров. Их пышное неустанное цветение будет длиться до самых морозов. Из неприхотливых и засухоустойчивых многолетников стоит посеять колокольчик скученный и веронику колосковую. Скученный колокольчик разрастается пышными кустиками шириной 40-60 см и высотой около 30-50 см. Его шаровидные соцветия – сиреневый, синий, голубой и прочие окраски – раскрываются с июня по август в зависимости от сорта. Длинные соцветия свечи вероники всегда украшают сад. Это засухоустойчивый и зимостойкий многолетник с эффектными колосками самых разных оттенков. Цветение длится с июня по август. По окончанию цветения соцветия лучше состричь. Вероника красиво смотрится отдельно посаженной, но особенно группами. Она также может служить ярким акцентом на клумбах и в миксбордерах. Так как ее семена требуют воздействия холода, веронику проще всего посеять сразу в открытый грунт под зиму. При весеннем и рассадном размножении их стратифицируют не менее одного месяца. А для самых солнечных цветников можно посадить гайлардию и декоративный мак. Меня часто спрашивают, не запрещено ли выращивать маки на своем участке. Так вот на декоративной разновидности запрета нет, так как они не содержат наркотические вещества. Кроме того, этот многолетник мало подвержен болезням и вредителям. Очень засухоустойчивый и растет практически сам по себе. Любителям цветов желто-оранжевой гаммы можно посоветовать вырастить лечебную календулу и декоративные сорта подсолнуха. Эти растения всегда заметны в саду. В южных садах их семена высевают сразу в открытый грунт в апреле или под зиму. Но учитывайте то, что нежные всходы плохо переносят заморозки. Чтобы не рисковать, эти однолетники проще вырастить рассадным путем. Украсить цветники на все лето получится с посадкой вербены. Ее красочно-обильное цветение будет радовать вас с июня по осенней холода. Вербену размножают не только семенами, но и черенкованием. И плюс этого метода в том, что вегетативные растения зацветают намного раньше сеянцев. Из малоуходных однолетников советую посеять яркие бархатцы и синие гератум. Эти две культуры очень выгодно сочетаются в совместной посадке. Цветут обильно и долго, все лето. Не забудьте про неприхотливые астры и маргаритки. С их помощью можно также разнообразить свои цветники. Цветы бывают всевозможные окраски. Эти растения очень просты в уходе и подойдут даже занятым или неопытным садоводам. К сожалению, в одном видео невозможно перечислить все цветы, которые еще не поздно посеять в апреле. Я буду всем благодарна, кто поделится своими вариантами неприхотливых и красивых растений. Не забывайте подписываться на наш канал. Оставляйте свои комментарии и делитесь советами. А если это видео было вам полезным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова